Намасте. Перед нами процесс чистки базы данных словаря Кочергиной. В нем находится больше двух тысяч слов, которые невозможно найти в базе данных Мония Уильямс. Из них порядка полторы тысячи имеют определенное сходство, но не точное совпадение. То есть отличается одна буква, она может быть вставная, может просто отличаться. Иногда это ложное срабатывание, то есть false positive, но достаточно нечасто это верная подсказка. Была выгружена база Кочергиной внутри файла, расставленная согласно вокабулам, но с Мония Уильямсом почему-то так не получилось. База не вся разошлась, и в некоторых местах мы видим ND. ND означает, что данные не найдены, поэтому мы в полуручном режиме просто проверим их в словаре Артема. Соответственно, у нас есть отдельная колонка, сконвертированная в Харвард Киото, потому что словарь пока не поддерживает IAST, и мы его копируем. Копируем на окошко. И что мы получаем? Вот этот пробел, он мне мешает. Из-за него я не могу сразу увидеть, что это за слово. Пробел появляется каждый раз, когда я копирую из Варда или из Экселя. Из Экселя я достаточно часто копирую, потому что это тот формат, в котором я храню множество данных. То есть приходится его вручную убирать, и только тогда мы увидим, что да, такое слово у нас есть. Неудобно также, что если какое-то слово находится, то есть я удаляю с конца буквы, графемы, звуки. И то, что находится, оно появляется иногда, вот как сейчас, в самом верху интерфейса, что означает, что я не вижу, какие слова находятся перед ним. То есть мне бы хотелось, чтобы когда бы слово не находилось, оно находилось посреди списка. 20 слов предположено сверху, 20 снизу, то есть одинаковое количество сверху и снизу. Потому что иногда какие-то переводы содержатся в соседних вокабулах, и в этом большое преимущество книги, что мы сразу видим спереди и сзади. Более того, наверное, есть смысл сгенерировать PDF на основу этой базы данных, чтобы я не только видел вокабулы спереди и сзади, а видел также и текст. И лишь предоставить здесь такой режим, что под каждое вокабула выводится первая строка, первые две строчки словарной статьи. Почему бы нет? То есть два момента. Пробел, который добавляется в программе и который совершенно никому не нужен. И то, что когда мы вликаем на какую-нибудь новую статью, она оказывается первой сверху. Это неудобно, это не помогает решить разные проблемы. Видно, что все время сверху. Библиотека, которая использует Артем, это то, что нам предстоит погрузиться в ближайшее время. И вместо четырех словарей добавить еще десяток для санскрита. Спасибо за внимание. До скорых встреч.